В эфире новости на пятом канале в студии Олеся Кайряк. Здравствуйте! Для начала коротко расскажем о главных событиях последнего апрельского дня. Правосудие в Молдове остается избирательным, а сам этот процесс находится под влиянием внутренней заинтересованной группы, поддерживаемой некоторыми представителями правительства. Таковы выводы мониторингового отчета Freedom House об избирательности уголовного правосудия. Дело о недавнем убийстве беременной женщины дошло до парламента, где глава геноспектората полиции пожаловался, что правоохранительные органы сталкиваются с трудностями в его раскрытии из-за пробелов в законе. Тем временем Пятый канал провел эксперимент, чтобы выяснить, садятся ли женщины в машины к незнакомым им людям и знают ли, как защитить себя от агрессоров. Инспекция по охране окружающей среды запретила дальнейшие строительные работы в парке Гагаузиа-Лэнд в Кангазе, сославшись на возможные экологические риски. Кулачные бои во время молодежного чемпионата Молдовы. Ссора между футболистами и болельщиками после матча между шерифом и дачей Буйкань переросла в массовую драку на стадионе. Начнем выпуск с новости часа. Стрельба в центре столицы. По сообщению полиции, сегодня вечером на пересечении улиц Измаийская и 31 августа был тяжело ранен из огнестрельного оружия 28-летний мужчина. Правоохранители установили местонахождение и задержали стрелявшего. 44-летний задержанный, как сообщается, владел оружием незаконно. Его личность пока не раскрывается. Пострадавший доставлен в больницу скорой помощи. Подробности уже в завтрашних выпусках. Правосудие в Республике Молдова по-прежнему носит избирательный характер. И на это влияет внутренняя заинтересованная группа, пользующаяся поддержкой некоторых представителей правительства. Таковы выводы третьего отчета о мониторинге избирательности уголовного правосудия, подготовленного Freedom House. В этой связи авторы исследования призвали правящую партию с уважением относиться к независимости субъектов правосудия и не вмешиваться в их работу. В отчете о мониторинге избирательности уголовного правосудия за 2023-2024 годы выделен ряд недостатков. Например, такой. Генеральная прокуратура, прокуратура по борьбе с коррупцией, прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам, НЦБК и суды в определенные периоды подвергались незаконному влиянию со стороны заинтересованной группы внутри судебной власти, которая пользуется поддержкой некоторых представителей правительства. Эта группа проявляла большой интерес к отдельным делам в отношении оппонентов власти, тогда как в случае с другими людьми, близкими к этой группе влияния, освещение было недостаточным или даже отсутствовало. Таким образом, публичное освещение резонансных дел было избирательным. В то же время, согласно исследованию, уголовные дела в отношении политических оппонентов и групп влияния внутри судебной системы интенсивно освещались на начальном этапе уголовного расследования с обысками и задержаниями, которые были засняты прессой, с утечками из дел и открытым линчеванием в телеграм-каналах. Субъекты, связанные с властью и группой влияния внутри судебной системы, пользовались доброжелательным отношением со стороны органа уголовного расследования. Прокуратура пыталась скрыть от общественности доносы или жалобы на аффилированных субъектов или обеспечить как можно меньше освещения в СМИ. Учреждения, возможно, внесли законодательные изменения для создания благоприятных условий для некоторых подследственных, отметили авторы отчета. В связи с этим правящую политическую партию призывает относиться с уважением к независимости субъектов правосудия, не вмешиваться в их работу, а от правоохранительных органов требует сбалансированно освещать все резонансные дела. Пресс-секретарь фракции ПДС Адриана Влас заявила нам, что не комментирует сказанное выше. Представители правительства отметили, что исследование анализирует наиболее сложные аспекты реформы правосудия. Из этого отчета мы делаем вывод, что очень важно завершить реформу правосудия, которой власти занимаются постоянно. Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Виолина Марару сообщила, что учреждение выполняет свои обязанности в строгом соответствии с положениями закона на основе принципов равенства, беспристрастности и транспарентности. НЦБК и прокуратура по борьбе с коррупцией не ответили нашему телеканалу. Представители Минюста сообщили, что получили наш запрос, но пока не прокомментировали его. В представленном на прошлой неделе докладе Государственного департамента США о правах человека в Молдове констатируется, что коррупция по-прежнему широко распространена в нашей стране, а независимость судебной системы остается серьезной проблемой из-за коррупции и избирательного правосудия. В опубликованном отчете говорится, что хотя молдавские власти и предприняли некоторые шаги по борьбе с коррупцией, эти меры оказались в основном безуспешными. Пятый канал запросил в связи с этим комментарии у представителей власти, но ответа до сих пор не получил. Сегодня начался судебный процесс по уголовному делу о незаконном финансировании партии ШОР, признанной неконституционной, в котором фигурирует и башкан Гагаузи Евгений Гуцул. Она проходит обвиняемой по двум эпизодам. Заседание перенесли на 27 мая по ходатайству защиты. Евгений Гуцул назвал это дело политическим и сфабрикованным по указанию ПДС и президента Майя Санду. В пресс-службе аппарата президента пятому каналу сообщили, что не комментирует это заявление. Слушания проходили в суде столичного сектора Буйкана, у здания которого прошел митинг в поддержку Евгении Гуцул. В суде столичного сектора Буйкана состоялось первое заседание по уголовному делу в отношении Евгении Гуцул. В это время на улице проходил митинг сторонников Башкана. Они просили власти прекратить преследование и дать Башкану завершить начатые преобразования, положительный эффект которых ощущается уже сегодня. Люди надеются на справедливое правосудие. Мы пришли защищать нашего Башкана. Мы знаем, что гагаузский народ выбрал Евгению Гуцул. И она самая честная, самая справедливая и самая хорошая, которая поддерживает народ Гагаузии. Мы знаем, что Байя Санду и Пас идут против нашего Башкана, который не приняли... Только против Башкана. Против всего народа. Да, против всех идей Башкана, против всех идей нашего исполкома. Поэтому мы пришли поддержать. И мы всегда будем за ней стоять. Надо защищать Гуцула. Она выиграет. Я в судебных делах не разбираюсь. Но дай бог, чтобы они правильно приняли свои решения. Выступавшие на митинге политики требовали от властей прекратить репрессии оппонентов. Они будут использовать страх для того, чтобы покорить нас всех. Другим они будут рассказывать о том, что они это делают ради какой-то эфемерной европейской интеграции, ради того, чтобы нам когда-то было хорошо. Не верь им, потому что хорошо они делают только себя. Хорошо они себе подняли зарплаты. И хорошо они обокрали весь народ. На всех открываются, хочу вам сказать, уголовные дела. Именно для того, чтобы нас запугать. Потому что мы защищаем интересы народа. Потому что мы боремся за правду. Потому что мы не хотим жить в захваченном государстве. Каждый день приходят с обысками, следят за нами, пугают детей, пугают стариков. Давайте покажем, что в этой стране есть сила, способная им противостоять. Походатайство адвокатов заседание перенесли. Защита попросила предоставить перевод обвинительного заключения на русский язык. Евгения Гуцул категорически отвергает обвинение. Гуцул считает, что ее судят за то, что она является башканом и придерживается позиций, которые не совпадают с мнением правящей партии. Сфабрикованное уголовное дело, как я уже ранее сказала, которое не предупреждено ничем, никаких доказательств. Я своей вины не признаю. Как бы не действовала партия ПАС во главе с Майсанду, то мы будем добиваться справедливости. Потому что это дело, как я уже говорила, сфабрикованное. Это дело политическое. На сегодняшний день судят за то, что я являюсь башканом Гагаузи. И у меня другое мнение. И за мной народ Гагаузской автономии. Хотела бы отметить, что мы дойдем до европейского суда по правам человека и докажем свою невиновность. Заказчиками моего уголовного дела и моих коллег является ПАС и Майсанду. Евгения Гуцул также призвала прекратить давление на Гагаузию и отказаться от попыток столкнуть молдаван с Гагаузами, называя их сепаратистами. При службе аппарата президента Пятому каналу сообщили, что не комментируют обвинения в адрес Майсанду со стороны Евгения Гуцул. От пресс-службы парламентской фракции ПДС, а также прокуратуры по борьбе с коррупцией на запрос нашего телеканала ответ пока не пришел. Уголовное дело в отношении Евгения Гуцул, Башкана Гагаузии и одного из секретаря Центрального офиса бывшей политической партии ШОР, которая была впоследствии признана неконституционной, направили в суд 24 апреля. В прокуратуре по борьбе с коррупцией ранее сообщали, что они обвиняются в заведомом принятии финансирования предвыборного конкурента и политической партии от организованной преступной группы в пролонгированной форме в качестве соучастниц к период с 2019 по 2022 год, когда Евгения Гуцул работала секретарем в отделе мониторинга планирования и контроля партии. По другому обвинению, Евгения Гуцул в период с октября по ноябрь 2022 года якобы координировала деятельность некоторых территориальных отделений партии ШОР и отвечала за вознаграждение участников акций протеста. В рейтинге доверия избирателей и самых активных политиков Илон ШОР обогнал экс-президента и лидера ПСРМ Игоря Дадона. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Айдата. Кроме того, согласно результатам исследования, в случае досрочных выборов в будущий парламент могут пройти три партии. Две из них – ПДС и ПСРМ, третье – политическое формирование, уверенно проходящее в парламент – партия ШОНС. По данным опроса, в случае проведения в ближайшее время парламентских выборов партия Действий и Солидарность получила бы 25,9%, партия Социалистов Республики Молдова – 13,5%, а партия ШОНС – практически столько же – 13,1%. Другие политформирования 5-процентный порог не преодолеют. В случае с определившимися респондентами соотношение выглядит так. ПДС – 37,8%, ПСРМ – 19,7%, партия ШОНС – 19,1%, ПРОМ – 4,7%. Таким образом, без учета голосов Диаспоры и Приднестровского региона, депутатские мандаты распределились бы следующим образом. ПДС – 50 мандатов, ПСРМ – 26, партия ШОНС – 25. Эти показатели могут существенно повлиять на структуру будущего парламента и политическую динамику в Республике Молдова, делают вывод авторы исследования. Респондентам также предложили ответить на вопрос, какому политику из Республики Молдова они доверяют больше всего. 24,5% назвали Маю Санду, 10,6% заявили о доверии Илону Шору, а 10,1% – бывшему президенту Игорю Дадону. Экс-премьера министра Иона Кику поддерживают 5,8%, а столичный премар Ион Чибан пользуется доверием 4,6% участников опроса. Далее следует Владимир Воронин, Ирина Влах, Рената Усатый, председатель парламента Игорь Гросу. По мнению участников опроса, самым активным политиком за последние 30 дней была Майя Санду с показателем 15%. За главой государства следует Илон Шор – 9,7%, Игорь Дадон – 6,2%. Активность примара столицы Иона Чибана, согласно опросу, составляет 5,9%. Авторы исследования также предлагали оценить уровень доверия в баллах от 1 до 5 к президентам Украины Владимиру Зеленскому, Франции Эммануэлю Макрону и Турции Реджепу Эрдогану, а также председателю Китайской Народной Республики Сидзиньпинью, митрополиту Кишиневой всея Молдовы, Владимиру и митрополиту Бессарабской митрополии Петру. Оказалось, что наибольшим доверием среди них пользуется глава Молдавской православной церкви, за которым следуют митрополит Петру, Макрон, Зеленский и Сидзиньпинь. Замыкает список Эрдоган. Исследование также показывает, что 21% опрошенных не доверяют неправительственным организациям, и только у 10% они пользуются очень большим доверием. 9% не доверяют молдавским школам и лицеям, а 23% заявили, что доверяют им очень сильно. 18% опрошенных не верят в систему здравоохранения, 23% молдаван не доверяют Европейскому Союзу, а 25% выразили ЕС очень сильное доверие. Данные опроса также показывают, что по мнению 48,8% граждан Республика Молдова движется в неверном направлении. 35,8% утверждают, что курс страны выбран верно. 15,4% респондентов не определились или не ответили на этот вопрос. К пасхальному столу молдаване планируют более скромные траты, в среднем примерно 1245 леев, тогда как в прошлом году эта сумма достигала 1,941 лея. В меню населения Пасха, куличи, голубцы, ягненок и мамалыга. Большинство опрошенных, 96,5% сообщили, что будут праздновать Пасху. Пресс-секретарь парламентской фракции ПДС Адриана Влас сообщила Пятому каналу, что не комментирует представленные данные социологического исследования. Опрос Айдата проводился в период с 22 по 26 апреля 2024 года среди 1006 человек из 324 населенных пунктов. Погрешность составляет 3%. Директору компании Лагардер, фигурировавшей в тендере в Международном аэропорту Кишинева, предъявлены обвинения во Франции, связи с чем он подал в отставку. Как сообщает портал gfo-media.ru, со ссылкой на Алю Фигаро в отношении него заведено уголовное дело о погашении компании его персональных расходов. Указанный источник уточняет, что Арнолла Гардер подозревается в использовании счетов компании в личных целях в течение нескольких лет. 29 апреля ему было предъявлено обвинение в предоставлении недостоверной информации по откупе злоупотребления корпоративными активами и властью, а также недекларировании счетов. Арнолла Гардер взят под судебный контроль с запретом занимать административные должности. Кроме того, его обязали выплатить гарантийную сумму в размере 200 тысяч евро. Напомним, компания Ла Гардер дважды подавала заявки для участия в тендере на аренду коммерческих площадей в Кишиневском аэропорту. Во второй раз компания не представила все необходимые документы, в связи с чем тендер был отменен. Не присоединившийся депутат Василий Боля обвинил действующую власть в захвате средств массовой информации. С соответствующим заявлением он выступил по случаю Дня национального телевидения, которое отмечается сегодня. По словам депутата, хотя в здоровой демократии должна быть свободная и сбалансированная пресса, в Молдове, к сожалению, сегодня совсем другая реальность. В своей публикации в Фейсбук Василий Боля написал, что с тех пор, как ПДС по ошибке пришла во власть, были закрыты десятки телевизионных каналов, а неудобные для нее журналисты стали подвергаться запугиванию и преследованию со стороны захваченных государственных учреждений. По словам парламентария, нынешнее руководство страны больше не заботится о плюрализме прессы и независимости СМИ. Национальное телевидение тоже захваченное, оппозиционные политики больше не имеют доступа в его студии, чтобы представить гражданам иную точку зрения, чтобы люди в итоге могли проанализировать и принять решения о своих политических предпочтениях, отметил Василий Боля. По его словам, несмотря на трудности и давление, с которыми сталкиваются журналисты в эти нелегкие и не самые лучшие времена, они должны продолжать выполнять свою работу честно, добросовестно и мужественно. Наш долг поддерживать независимые СМИ и противостоять любым попыткам ограничить свободу прессы и подавить разнообразие голосов в общественном пространстве. «Информированное общество нуждается в доступе к самым разным взглядам и мнениям, а цензура или очернение журналистов лишь подрывают эти фундаментальные принципы», заключил Василий Боля. «Представители власти никак не отреагировали на данную публикацию. Пресс-секретарь парламентской фракции ПДС Адриана Влас, которой мы обратились за реакцией, заявила, что не комментирует слова депутата. «Мы также попытались получить комментарий представителей национального телевидения, но никто не ответил на наши звонки. Отметим, что за последние полтора года действующая власть под разными предлогами запретила вещание 13 телевизионных каналов. Телекомпании, лицензии на вещание которых были приостановлены, обжаловали данное решение в суде, но до сих пор рассмотрение их исков так не состоялось из-за того, что представители правительства не являются на судебные заседания». В парламенте обсуждался случай Анны Марии Гужи, 19-летней женщины на шестом месяце беременности, похищенной и найденной убитой. На публичные слушания были вызваны представители правоохранительных органов для разъяснения о том, как государство реагирует на исключительно серьезные случаи насилия и какие меры принимаются для защиты женщин. Перед депутатами выступил глава генерального инспектората полиции Виарел Черноуцану. Он заявил, что в ходе расследования дела Анны Марии полиция столкнулась с рядом законодательных проволочек, в том числе затрудняющих доступ к расшифровкам телефонных разговоров, которые должны проводиться по решению суда. По этому поводу судья высшей судебной палаты напомнила начальнику полиции, что суды работают каждый день, даже по выходным. Глава генерального инспектората полиции Виарел Черноуцану заявил, что имеющиеся правовые рычаги не самые благоприятные для начала преследования преступника. Для расшифровки телефонного разговора или чтобы узнать зону покрытия телефонов лиц, находившихся в этом радиусе, нет никакой возможности в пятницу вечером, в субботу и воскресенье, поскольку ни один мобильный оператор не работает, чтобы предоставить вам расшифровку, не говоря уже о том, что их выдают только по решению суда. И абсолютно никто не даст вам этой возможности подобрать расшифровку телефона или зону покрытия телефона, чтобы найти человека. В ответ на это судья высшей судебной палаты Алена Мирон заявила, что суды доступны даже в выходные дни для оказания всей необходимой поддержки сотрудникам правоохранительных органов в случае проведения расследования. Отвечая господину Чернеуцану на его слова о том, что некоторые действия нужно предпринимать быстро, то есть он указал на определенные проблемы в субботу и воскресенье у операторов. Хочу вам сказать, что суды имеют график работы. Соответственно, в субботу и воскресенье судьи работают. Если есть проблемы с операторами, я не думаю, что их нельзя решить или изменить в законодательстве, и не думаю, что кто-то откажется сотрудничать. Далее глава генерального инспектората полиции заявил, что похищение произошло в муниципе Аргеев из премарии, которого, по его словам, было бы сложно получить видеоизображение. И это вопреки тому, что, как подчеркнула примар Татьяна Кочу, местная администрация была готова в любой момент предоставить всю необходимую информацию. Однако обращение из полиции поступило только 18 апреля, на шестой день после исчезновения женщины. К сожалению, у нас был доступ к очень небольшому числу систем, записей, потому что мы определенным образом были ограничены в Аргеевском районе. Более того, исходя из ситуации, которая сложилась в рассматриваемом деле, почему-то все внимание было сосредоточено на Аргеевском районе, потому что там были транспортные средства, там было совершено преступление, и в этом радиусе находились ориентиры. Что касается системы видеонаблюдения, а я это тоже видел в Аргееве, даже если я понимаю, что кого-то беспокою, повторяю еще раз, «Мы получили с некоторых камер в Аргееве в режиме телекоммуникации, даже не знаю, насколько это правильно. От представителей, которые управляют камерами в Аргееве, мы получили только определенные видеофрагменты по телефону». Между тем, примар Аргеева Татьяна Кочу ранее заявила, что примария города незамедлительно реагировала на все запросы органа уголовного преследования и предоставляла всю имеющуюся информацию сразу же, как она была запрошена. Кочу также отметила, что у полиции есть прямой, неограниченный и постоянный доступ к видеокамерам в Аргееве 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Более того, она сообщила, что примария Аргеева не в период с 14 апреля 2024 года по 18 апреля 2024 года ни в день изъятия видеозаписи не ограничивала доступ полиции к информации к информации по этому делу. 14 апреля 2024 года IT-специалисту примарии Аргеева позвонили представители органов полиции, чтобы он предоставил им дополнительные технические детали и необходимую информацию сервера хранения видеозаписей с камер наблюдения, установленных в муниципе Аргеев. Все это информация и необходимый дополнительный доступ были предоставлены без задержки, сразу, что написано в скриптах нашего сервера. 18 апреля 2024 года между 13.30 и 13.39 офицеры уголовного преследования инспектората полиции Аргеева Карина Мунтян получила все запрошенные видеозаписи, как это отмечено в протоколе. Все произошло в течение 9 минут поступления запроса и передача видеоматериалов. Сейчас я представлю и протокол изъятия этих видеозаписей полиции Ордонанса без изъятия этих видеозаписей. Это факты, которые невозможно опровергнуть. Они очевидны и полностью опровергают слова господина Чернауцану. В период с 14 апреля 2024 года по 18 апреля 2024 года при мэрии муниципе Аргеев не было известно о существовании уголовного расследования по этому делу. В свою очередь директор Центра по правам женщин Ангелина Запорожан Пыргарь предложила признать в законодательстве понятие фемицид, поскольку в настоящее время оно трактуется нейтрально. Она также обратила внимание на то, что полиция в большинстве случаев игнорирует многочисленные требования осудить акты насилия. Понятие о фемициде должно быть отражено более четко, и нет, мы не хотим, чтобы в закон были включены простые определения. Каковы последствия бездействия? Десятки жалоб, но это не воспринимается всерьез, и посмотрите, это первый элемент невмешательства. Когда речь идет о домашнем насилии, к нему не принимаются должные меры, его не воспринимают достаточно серьезно. Напомним, 12 апреля 19-летняя беременная жительница Аргеева по ошибке села в попутную машину, а через 8 дней была найдена убитой. Георгию Катарабаю, главному подозреваемому по делу об убийстве Анны Марии Гужи, официально предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью. Ранее его обвиняли лишь в похищении беременной женщины. Об этом сообщает генеральная прокуратура. По данным ведомства проведено несколько экспертиз, в том числе психиатрическое. Результаты пока не обнародованы. Насколько опасно женщине ездить автостопом по дорогам Молдовы и как распознать возможного агрессора? После трагического случая в Аргееве, когда 19-летняя беременная женщина села в попутный автомобиль и через 8 дней поисков ее нашли мертвой, Пятый канал провел эксперимент. На выезде из столицы мы наблюдали, садятся ли женщины в попутные машины. Как оказалось, даже недавняя трагедия не заставила женщин отказаться от возможности добраться до нужного места в попутной машине. Психологи дают рекомендации, как распознать агрессию и что следует предпринять в первую очередь. Съемочная группа Пятого канала выехала на окраину столицы, где в течение часа снимала, как женщины останавливали попутные машины, чтобы добраться, куда им нужно. Так же поступала и эта наша собеседница. Я спросила их, подвезут ли до Хенчест. Вы не боитесь садиться в попутную машину? Видела, что в машине сидели два человека. Вынуждены ловить попутку, иначе опоздают, потому что транспорта нет. Слышали, что случилось с женщиной из Аргеева. Не боитесь после этого садиться в машину к чужим людям? Жизнь заставляет. В итоге наша собеседница села в первую же остановившуюся машину. Так как рейсовый транспорт не проезжал, в попутные машины садились и другие женщины. Некоторые из них были с детьми. Да, я тоже иду на попутках. А вы не боитесь? Я же говорю, что я сажусь, я номер смотрю, записываю, скиду туда сыну номер. И я сажусь с нашими из Хенчеста. Это трюк ваш для безопасности? Да, да, я скидываю. Я знаю, я тоже смотрела много случаев разных. Пока. После того случая не боитесь садиться в чужую машину? Не боимся. Думаю, есть еще добрые люди. Не все такие, как тот человек. Мы также выясняли мнение мужчин об агрессивном поведении по отношению к женщинам и о том, что они думают о проезде на попутном транспорте. По-моему, это не мужчина. Как можно поднять руку на женщину, не понимаю. Я не знаю, как это объяснить, но в моих глазах он не мужчина. Здесь больше о том, что мужчина не уверен в себе. Дело не столько в женщинах, сколько в нем. Поэтому он позволяет себе быть агрессивным, давить на нее и все такое. Это оскорбительное поведение человека, который не уверен в себе и не верит, что сможет удержать рядом с собой женщину. Надо приглядываться к водителю. Женщины тоже бывают виноваты. Молюсь, чтобы такие случаи случались как можно реже, но это бывает. Немного боязно садиться в попутные машины. Смотря на кого попадешь, на маньяка или кто знает на кого. Психолог Котинка Бога объяснила, почему мужчина проявляет агрессивное поведение по отношению к женщине. Мужчин реагирует во взрослой жизни, особенно в отношениях с женщинами, в зависимости от того, какие у него отношения с матерью. Если он был маленьким мальчиком, его бросила мать или мать избила его, или вообще мать не была рядом с ним, то этот мальчик, вырастая мужчиной, будет травмированным человеком, который будет очень плохо себя вести с окружающими женщинами. Потому что таким образом этот гнев, который у него накопился по отношению к матери, он вымещает на других женщинах. Психолог дал и ряд рекомендаций женщинам, которые садятся в попутный автомобиль. Если вы чувствуете внутреннее беспокойство, что не все в порядке, водитель не вызывает доверия, не садитесь, не садитесь в попутные машины. Сейчас есть столько возможностей проезда, что я не вижу проблемы в том, чтобы девушки просто были более осторожными. Котинка Буга также добавила, что если человек, садясь в чужую машину и испытывает чувство тревоги, он не должен игнорировать его, а сразу же выйти из этого транспортного средства. Жители одного из кишиневских многоквартирных домов жалуются, что неожиданно обнаружили в своих почтовых ящиках уведомление от Национального бюро статистики о том, что переписчик, пришедший для сбора данных в рамках переписи, якобы не застал их дома. При этом некоторые из жильцов говорят, что видели мужчину с бэджиком переписчика на груди, который выходил из их дома, но к ним даже не подошел. Исходя из этого, граждане опасаются, что их могут несправедливо оштрафовать, обвинив в отказе предоставить информацию для переписи. Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что Национальное бюро статистики прервало трудовое соглашение с одним из переписчиков, который заполнял опросные листы вместо граждан. Ранее адвокат Аурелию Каленко обратился в апелляционную палату Кишинева с запросом об отмене распоряжения НБС о проведении всеобщей переписи населения, в связи с тем, что некоторые вопросы в вопросных листах переписи затрагивают частную жизнь и нарушают права и свободы граждан. Напомним, перепись на проведение которой власти выделили 329 миллионов леев проводится с 8 апреля по 7 июля. Лицам, которые отказываются участвовать в переписи и не реагируют на уведомления, оставленные переписчиками, грозит штраф в размере до 2500 леев. В среднем около 20 боеспособных украинских мужчин ежедневно нелегально пересекают границу Республики Молдова, чтобы избежать призыва в армию в своей стране. За это они платят от 1000 до 5000 евро. Деньги поступают преступным группировкам, а также украинским и молдавским пограничникам, которые соглашаются участвовать в этом так называемом бизнесе. О подобных случаях сообщается на всем протяжении войны, но власти, похоже, не в состоянии остановить нелегальный поток граждан Украины. Этой теме посвящен и документальный фильм BBC, авторы которого рассказывают, как на молдавской границе ловят украинских граждан, пытающихся нелегально уйти от войны. Стоять! Государственная пограничная служба на землю! Лежать! Как отмечает BBC, ежедневно в среднем 20 украинцев пытаются пересечь границу с Республикой Молдова. Последний случай, согласно сообщению пограничной полиции Республики Молдова, произошел 15 апреля, когда на границе были задержаны 9 мужчин из соседнего государства. По их словам, они заплатили по 7 тысяч евро каждый, чтобы добраться до Молдовы и здесь запросить убежище. Деньги выплачиваются за организацию перехода, а также украинским пограничникам и молдавским полицейским, которые соглашаются участвовать в схеме, говорится в официальных заявлениях пограничной полиции. Ранее в этом месяце трое пограничников были уволены после того, как, согласно результатам внутреннего расследования, они допустили незаконное пересечение границы нескольких граждан Украины. Границы объясняют ненадлежащие охраной одной из приграничных зон. Пограничники задержали двух молодых украинцев, которые незаконно пересекли границу Молдовы. По правую сторону от меня вы можете увидеть сухопутную границу, отделяющую нас от Украины. Это пограничный сектор с высоким уровнем риска как для Молдовы, так и для Украины, поскольку нам не удается полностью его обезопасить, чтобы остановить незаконное пересечение границы украинцами. С другой стороны, украинцы, бегущие из своей страны, утверждают, что делают это не от хорошей жизни. Этот 37-летний житель Киева, который не видел свою семью уже полгода, говорит, что уехал, потому что ему было трудно выжить в украинской столице. Я перееду к своей жене и двум детям в Англию. А цены растут, и кушать хочется, работать надо, а и работать только нету. Все работает на войну. Как сообщает Би-Би-Си, Евгений уклонился от военной службы. Таких же, как он, не имеющих боевого опыта, пока не мобилизовали. В первую очередь пошли там те, что служили, и пошло-поехало. А мы, которые не служили, все просто ждем своего времени. Если не так будет ситуация сильнее, всех уже и косых, и хромых будут брать. люди говорят, что это передат и с этого. Я не согласен, у них все же войны. Не надо всю страну тогда держать, в заперти. Большинство нарушителей границы, как и Евгений, переправляются ночью. По данным Би-Би-Си, граница между Украиной и Республикой Молдова стала самым популярным нелегальным маршрутом. С начала войны им воспользовались более 11 тысяч человек. Речь идет только о пресеченных случаях. Сколько не выявлено, неизвестно. В журналистском расследовании, проведенном Би-Би-Си в конце прошлого года, сообщается, что с начала войны почти 20 тысяч украинцев незаконно покинули свою родину, чтобы избежать призыва на военную службу. Еще 21 тысяча пытались бежать из Украины, но были задержаны властями. 19 человек утонули при переправе через реку Тиса на границе с Румынией. Сколько всего мужчин погибли при попытке бежать из Украины, не сообщается. Но те, кто прибыл в соседние страны вправе просить убежище. На предложение Пятого канала прокомментировать информацию о том, что в среднем 20 украинцев каждый день пытаются незаконно пересечь границу с Республикой Молдова, представители пограничной полиции предложили сверяться со статистическими данными, публикуемыми ведомством. Так, согласно представленной информации, с 21 по 28 апреля ежедневно границу незаконным путем пересекли 24 человека, большинство из которых, по данным пресс-службы, были украинцами. Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Молдова Игорь Захаров заявил, что Кишинев не выдавал и не планирует выдавать Украине беженцев призывного возраста. Возможно, произойдет слияние двух крупнейших университетов нашей страны. Этот вопрос ректоры данных вузов обсудили с премьером Дарином Ричаном и министром просвещения Даном Перчуном. Руководитель технического университета Завиарил Бастан заявил, что соответствующая инициатива возникла из-за кризиса численности студентов, вызванного демографической ситуацией. У нас было несколько бесед с господином ректором Шаровым, так как и он тоже, возглавляя госуниверситет Молдовы, прошел через такой же процесс слияния, местами болезненный для тех, кто перешел в академическое сообщество госуниверситета. И исходя из всем известной ситуации, не является секретом демографическая ситуация, что происходит с потенциальными студентами, каковы тенденции в региональном плане. С начала прошлого года Министерство просвещения и исследований реорганизовало несколько вузов, несмотря на возражения ректоров по поводу этой реформы. В результате в состав государственного университета Молдовы вошла Академия Публичного Управления. Аграрный университет влился в технический университет. Педагогический университет имени Иона Крянга поглотил Тираспольский университет. Инспекция по охране окружающей среды запретила дальнейшее строительство в Кангазе парка Гагаузия Ленд ссылаясь на возможные риски для экологии. Об этом сообщила в сети Телеграм Башкан Гагаузии Евгения Гуцул. И сегодня же на месте строительства парка прошел митинг в защиту строящегося парка. Мы попытались узнать в инспекции по охране окружающей среды какие экологические риски создает облагороженный парк для бывшего пустыря и стихийной мусорной свалки. В центральном офисе инспекции нас перенаправили в инспекцию по охране окружающей среды Гагаузии. Однако ее руководитель отказался давать комментарии и положил трубку. Не дадим украсть будущее наших детей. Защитим Гагаузия Ленд. Власть не остановит наши мечты. Под такими лозунгами в Камрадском районе в селе Кангас прошел митинг в защиту строящегося парка развлечений. О том, что инспекция по охране окружающей среды запретила дальнейшее строительство Гагаузии Ленд, ссылаясь на возможные риски для экологии, сообщила в социальных сетях башкан автономии Евгения Гуцул. Во время митинга в Кангазе она заявила, что это очередное давление и очередное блокирование работы властей Гагаузии, которые просто выполняют свои предвыборные обещания. Мы знаем, что по прямому указанию премьера министра господина Речина было указание, чтобы заблокировать нам работу. Оказывается, что парк аттракционов Гагаузии будет мешать нашей экологии, то есть у нас экология будет страдать. То есть столько лет здесь была заброшенная земля, здесь была мусорная свалка, не побоюсь этого слова. Экология не страдала. Сейчас экология будет страдать. Башкан заявила, что решение инспекции по охране окружающей среды будет опротестовано в суде. Мы выиграем суд и отстоим наше право на то, чтобы наши дети могли кататься на качелях, на аттракционах. И мы первым делом работаем на людей, для наших детей. Потому что мы придем, уйдем, мы не заберем с собой Огузленд. Правильно? Это останется для жителей гагаузской автономии. И мы будем добиваться справедливости. Поддержать строительство парка пришли официальные лица автономии, депутаты общественные активисты. Мы можем наблюдать, как власть беспокоится об экологии Кангаза. И что данный парк развлечений может каким-то образом навредить здоровью граждан и экологии. Я хотел бы обратить внимание действующую власть на могильник в Уханежском районе, там, где радиоактивные материалы хранятся, что там трещина, что там люди онкобольных в число зашкаливает. Я хочу обратить на могильник в селе Кирсово, но никак не парк развлечений. Это снова же двойные стандарты. Примар Кангаза Михаил Есир в своем выступлении отметил, что будущий парк аттракционов имеет большое значение для развития села. Это и новые рабочие места, и пополнение местного бюджета, да и отдых не только для местных ребятишек, но и детей со всего юга страны. Я далеко от мысли, что наш этот объект парк развлечений он будет вредно влиять на окружающую среду. Это не завод какой-то гемической продукции, чтобы выпускало, или не перерабатываем бытовые отходы. Получим мы это заключение экологической службы, но из-за этого не надо останавливать стройку. Мы пытались узнать в инспекции по охране окружающей среды, какие экологические риски создает облагороженный парк для бывшего пустыря и стихийной мусорной свалки. В центральном офисе инспекции нам заявили, что не располагают информации и перенаправили в территориальную инспекцию по охране окружающей среды. Мы позвонили начальнику гагаузской инспекции Николаю Герчогло. На заданный вопрос о парке Гагаузия Ленд он ответил без комментариев и положил трубку. Также мы обратились за комментарием в правительство, чтобы выяснить, действительно ли премьер-министр Дарин Ричан как-то связан с запретом на дальнейшее строительство парка развлечений Гагаузия Ленд. Но пресс-секретарь Кабинета Министров Даниэл Вода не ответил на наше обращение. Строительство парка Гагаузия Ленд началось осенью прошлого года в самом большом селе Европы Кангазе. Его открытие было запланировано на 1 июня этого года, но в связи с появившимися проблемами вопрос остается открытым. Как было обещано, так же, как и в Архейленде, посещение парка и его аттракционов будет полностью бесплатным. Аргеев готовится к пасхальным праздникам. В связи с этим в муниципалитете проводится масштабная кампания по уборке и санитарной обработке улиц. Участие в ней принимают не только сотрудники специализированных предприятий, но и руководство муниципалитета во главе с и приготовления воспринимаются всеми как достойные прелюдия к приближающемуся Христову Воскресенью. Прежде чем украсить Аргеев разнообразными пасхальными декорациями, в городе была проведена тщательная уборка. Работы начались с самого раннего утра примерно в 5 часов с парка Иванос. Бок о бок с работниками муниципального предприятия «Зеленое хозяйство» трудились и представители местной администрации. В преддверии пасхальных праздников премария муниципия Аргеев вместе с командой Илона Шора тщательно готовятся к этому празднику. Ежегодно традиционно мы устанавливаем различные пасхальные декорации, которые делают город еще более красивым, более притягательным. Сегодня мы собрались в парке Иванос в муниципии Аргеев с командой премарии муниципия Аргеев и всеми нашими муниципальными предприятиями, чтобы дать старт кампании по уборке Аргеева. Наряду с обычными методами уборки в Аргееве уже давно при мытье улиц используется специальный шампунь. В том числе и в этом муниципе является первым в стране. до того, как устроиться на работу в премарии, а я здесь тружусь уже 15 лет, я работала в других районах, но более красивого города, чем Аргеев, не видела. мы считаем, что он самый красивый город из Молдавии, и мы стараемся поддерживать и убираем, чтобы для нас было красиво и зелено, а как не быть красивая чистота. В результате горожане говорят, что чистота вокруг оказала на них большое впечатление. У нас все везде чистенько, все аккуратненько. Наш город очень прекрасный, он полностью преобразился годами, с тех пор, как к нам приехал Илан Шор. Наш город просто стал любимым городом для всей республики, не только для жителей Аргеева, но все приходят и восхищаются нашим городом. Аргеев замечательный город, то, что чистый, отличный город. Чистый, чище нету, по-моему. Также был тщательно прибран другой Аргеевский парк, недавно открывшийся после масштабных работ по его реконструкции. Публичный парк изменит свой облик, будет более праздничным, потому что мы находимся в преддверии пасхальных праздников и, разумеется, помимо уборки города, мы его украшаем особыми декорациями, чтобы атмосфера пасхальных праздников радовала каждого христианина. А чтобы город выглядел красиво и аккуратно, его жителей призвали и в дальнейшем поддерживать чистоту. Драка на молодежном чемпионате Молдовы. Конфликт между игроками после матча команд-шерифа и дачи буйканы перерос в полномасштабное побоище на стадионе. Представители Федерации футбола не ответили на наши звонки и сообщения для выяснения причины скандала и как он был решен. По данным портала Медиаспорт МД игра завершилась семью красными и желтыми карточками и сменой лидера. Таким образом дача буйканы разгромила шериф со счетом 2-1 и заняла первое место в рейтинге. А после матча на поле произошла массовая драка между игроками и болельщиками обеих команд. Мы пытались получить комментарии по этому поводу от представителей Федерации футбола Молдовы, но на наши звонки и сообщения никто не ответил. Медиаспорт МД также пишет со ссылкой на официальный протокол матча, что инициаторами конфликта стали два игрока от обеих команд. Недовольство футболистов могло быть вызвано карточками, выданными судьей. Четыре красные карточки получили игроки шерифа, три – дачи-буйканы. Благодаря достигнутой победе дачи-буйканы сохранила первое место, набрав 39 очков. В 2017 году молодежный чемпионат Ю-19 выиграла команда Зимбру. После этого молодежная сборная терраспольского клуба «Шериф» каждый год выигрывала чемпионат и благодаря этому представляла Молдову в молодежной лиге чемпионов УЕФА. 72-летний мужчина попал в больницу после того, как его сбило такси в столичном секторе Чуканы. Эту информацию подтвердила 5-му каналу пресс-офицер инспектората полиции Светлана Скрипник. По данным полиции на деньги, полученные незаконным путем, члены преступной группы приобретали автомобили, дома, земельные участки, которые оформляли на третьих лиц, в том числе на родителей, друзей, родственников или любовниц. Они действовали таким образом, чтобы скрыть происхождение своих доходов и недвижимости, а также избежать ответственности. Кроме того, часть денег, полученных незаконным путем, была вложена в прибыльный бизнес. На основании этих, а также других доказательств, сотрудниками Национального инспектората расследований под руководством прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам при участии экспертов Европола было проведено более 20 обысков в Кишиневе. Просим прощения за некоторые технические неполадки. Перейдем к следующей теме. Четверо граждан Кишинева в возрасте от 24 до 35 лет задержаны по подозрению в контрабанде, кражах и отмывании денег в Европейском Союзе в периоде 2017 по 2023 год. По данным прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам общая сумма ущерба превышает 5 миллионов леев. Преступная деятельность группы охватывала Францию, Германию, Италию, Бельгию, Данию, Швецию, Швейцарию и Австрию. По словам представителей правоохранительных органов, подозреваемые приобретали в Евросоюзе ювелирные изделия и драгоценные камни, По данным полиции, на деньги, полученные незаконным путем, члены преступной группы приобретали автомобили, дома, земельные участки, которые оформляли на третьих лиц, в том числе на родителей, друзей, родственников или любовниц. Они действовали таким образом, чтобы скрыть происхождение своих доходов и недвижимости, а также избежать ответственности. Кроме того, часть денег, полученных незаконным путем, была вложена в прибыльный бизнес. На основании этих, а также других доказательств сотрудниками Национального инспектората расследований под руководством прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам при участии экспертов Европола было проведено более 20 обысков в Кишиневе. После задержания и обысков сотрудники бригады полиции особого назначения Фулджер изъяли у подозреваемых часы, мобильные телефоны и деньги в евро, швейцарских франках, долларах и дирхамах, ювелирные изделия и другие ценности. Также были найдены незаконно хранящиеся патроны, телефонные карточки из Евросоюза, дорогостоящие велосипеды, радиостанции, использованные для связи при совершении преступлений, инструменты, предназначенные для совершения преступлений, проекты документов, договоры купли-продажи движимого и недвижимого имущества на третьих лиц. Правоохранители заявляют, что расследования продолжаются, выявляются все члены преступной группы. Таким был последний день апреля. Не забывайте, что за самыми важными новостями вы можете следить круглосуточно на официальном сайте канал 5.мд в разделе лайв и на наших страницах в Фейсбуке, Ютубе, Тип-Токе и Телеграме. Я же, Олеся Коряк, на этом с вами прощаюсь. Оставайтесь и далее на пятом канале. Всего вам доброго и до встречи в эфире уже в мае в новом режиме. Не пропустите. Субтитры создавал DimaTorzok